Всем привет! Сегодня у нас на Мукбан курица тушеная с луком. В луковом соусе ее можно назвать. Она приготовлена вообще без капли масла, потому что я таки решила, что пора взяться за себя, поэтому стараюсь есть такую более полезную пищу, минимум масла, жира, хлеба, майонеза и всего остального. Поэтому у меня сегодня курочка, я расскажу, как ее приготовила. Здесь у меня цветная капуста в яйце, здесь домашние соленые огурчики и имбирь. Ну так это, разбавить всю эту скучную компанию. И соус еще взяла чили, короче, я его распробовала, все-таки он пипец какой острый. Остроту я прочувствовала как раз, когда вот ела капусту с ним. Вообще, вырви глаз, получается. И пью я просто вот. Давайте приступим. О-о-о. 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 Слушайте, курочка в луковом соусе, без масла, со специями. Это очень вкусно, очень, ну, как бы диетично. Ссылка, но с майонезом и хлебом это было бы просто вот, муа, просто изумительно. Не, ну так, правда, тоже очень вкусно для тех, кто там худеет к лету, либо просто сидит за фигурой. Это прям прекрасно. В общем, готовится вообще элементарно. Я вчера, ну, не первый раз попробовала приготовить вообще. Готовится он по принципу тушенки, только без добавления сливочного масла. Многие называют еще это мясо по-кремлевски. У меня еще и было замороженное все. Я нашла в холодильнике замороженные голени и бедра. Вот, прям замороженным этим брикетом они у меня, я беру целые курицы, разделываю их сразу. И, то есть, у меня отдельно бедра и голени, отдельно крылья, отдельно я делаю филе. И, то есть, все кости, это уже идет на суповой набор. Вот, я достала прям замороженные, положила в глубокую сковородку, залила водой и, грубо говоря, их сварила. Причем варила недолго, там через полчаса я уже увидела, что кости, ну, кости видны. Все, большую часть бульона, получившегося, я слила. То есть, я потом вот суп Макару легенький сварила. И добавила, то есть, там чуть-чуть бульона на сантиметр в сковороде, курочка. Сверху добавила три порезанных тонким полукольцем лука, ну, луковицы туда. Четыре зубчика чеснока мелкорубленного. Добавила специи для курицы, именно специи, не приправы, где там соль, да, и там глютамат и все прочее. Нет, просто у меня специи чистые, без там соли и всего остального. Вот, все, закрыла крышкой и тушила, ну, вот пока лук не станет таким мягким, прозрачным. Бомба, бомба никакого жира. Причем у меня она была замороженная, поэтому я не смогла с нее снять кожу. А если она у вас свежая, то вы сразу кожу снимаете, ну, и тогда, естественно, это еще более диетичный вариант получается. Диетический. Это лук. Очень вкусно. А тушенку я готовлю. Я беру даже самую жесткую, свинину, говядину, вообще неважно, какое мясо вы возьмете. Просто складываете, режете кубиком, таким крупным, складываете в кастрюлю обычную. Сверху очень-очень много лука, там, по желанию, можно добавить чеснока, лаврушка, душистый перец, черный перец. Все, добавляете воды, чтобы слегка закрывало мясо, и тушите, ну, прям до победного, как холодец варите. То есть у вас должно это развариться в тушенку. Потом раскладываю по банкам, и все. Когда надо, там, с картошкой, с макаронами, вообще идеально потушить. В мясо по-кремлевски, там они еще что-то добавляют, уксус, что-то такое. И много-много, а, и сливочное масло, кстати, я не сказала, в тушенку. Как говорю, я тоже добавляю пачку сливочного масла на кастрюлю. Так. А, ядреный имбирь. Гурчики брала домашние, в овощном, ну, плоско. Они вроде вкусные, но все равно вот не настолько хрустящие, как хотелось бы. Вот я не слышно хруста. Мы никак, знаете, такие неватные, какие-то среднячок. Поэтому я, короче, буду стараться питаться и, может быть, снимать мукбанги, ну, вот такого плана, с такой более полезной пищей, ну, кроме алкомукбангов. Понятно, что алкогольные мукбанги будут как положено, с хорошей закуской. И не надо писать мне, как мне до этого уже кто-то там писал, что как можно худеть, типа, и пить алкоголь. Вообще спокойно, элементарно. И никаким образом, ну, по крайней мере, мне не мешает алкоголь сбрасывать лишний вес. Короче, ладно, хватит о еде. О чем хотела рассказать, короче. Вчера я открыла, ну, для себя купальный сезон. Мы с Макаром поехали на весь день на Ривьерский пляж возле парка Ривьера. Его недавно там что-то обустроили, что-то там облагораживали, короче, упорно им занимались. И даже присвоили ему голубой флаг, что, короче, это самый чистый пляж. Приехали мы вчера на этот самый чистый пляж. Либо пляж это имеется в виду, ну, как бы сам пляж, а море не считается. Мы приехали, все было нормально, как бы чистая вода. Макар зашел, ловил там этих медуз. Я лежала, загорала. И тут меня, значит, я дошла до той кондиции, что я готова пойти искупаться. Захожу, подхожу к воде. А там, мама дорогая, чего там только нету. Я не знаю, это каким образом произошло. Такое ощущение, что это все дерьмо вообще, которое где-то когда-то было. Пакеты, палки, различный мусор. И что самое интересное, что меня до глубины души возмутило и поразило. То ли это мазут, то ли это смола. Короче, непонятно вообще, что это было. Но я обратила внимание. Макар вышел из воды. Я смотрю, у него нога грязная. Ну, прям чуть-чуть. Говорю, подойди. Ну, и начинаю ему, пытаюсь оттереть. Не могу. Не оттирается. Водой, рукой ничего не оттирается. Я взяла влажные салфетки. Короче, там шоркала, шоркала. Отшоркала. Потом он познакомился с мальчиком. Мальчик с мамой лежали прямо рядом с нами. Вот. И они опять ушли купаться. Макар вышел вроде как бы, ну, все нормально. Но опять смотрю, несколько пятен есть. И не успела я ему ничего сказать. Он, короче, сел на полотенце. По итогу ни его шорты, ни полотенца не отстирались. Вот непонятно вообще, что это такое. И когда они с мальчиком вышли из воды, я офигела. У мальчика просто от колена и до середины икры вот вся нога была вот в этой вот хреноте. И тоже они с мамой, когда уходили домой, они раньше у нас уходили, она его еле оттерла. А вещи нет, стирались. Вот те и самый чистый пляж в Сочи. Еще я когда варила, ну, как на стандартный бульон, добавила туда лаврушку, черный и такой душистый перец. Причем, это была не первая моя попытка открыть купальный сезон. Я до этого в Дагомысе. Короче, мы с Макаром пошли на пляж. И с Таней должны были встретиться уже возле пляжа. Мы шли от бабушки. Ну, до минут 20 идти. Ну, а Таня прям у берега живет. Я ей позвонила, сказала, что мы выходим. Она говорит, все, я вас буду там у мостика ждать. Вот идти 20 минут. Мы шли до туда. Наверное, ну, около часа. Может быть, даже час небольшим. Я просто переходила от лавочки к лавочке. Мне было настолько хреново. У меня было такое еще пару раз в жизни. Давно. Первый раз, когда мне ставили коронавирус, второй раз, не помню я, короче, с чем это было связано. То есть я просто не могла идти. Вот физически просто не могу идти. В итоге, короче, с горем пополам. Мы добрались до пляжа. Сразу же Таня пошла искать там медпункт. Вот. А я уже, мне уже все равно. Я уже сижу такая на лавочке. Я понимаю, что я практически отключаюсь. Все. Подбегает, значит, ну, вот эта сотрудница медпункта. Видит меня. Сразу же убегает обратно. Без слов, без вопросов. Убежала обратно. Короче, перенесла на шатырь. Все. Виски мне намазала. Подносит мне этот на шатырь. И под ручку у меня тоже от лавочки до лавочки. Она вот переносила до медпункта. Причем перед медпунктом последняя была лавочка наша, пристанище. Она мне говорит, ну, посидите, типа я сейчас это, давление вам смерю. Я сидела, я ждала, она пришла, короче, смерила мне давление. И, как бы, у меня, знаете, не было никакого особого страха, пока я не видела ее глаза. Когда она посмотрела там на результаты. Короче, у меня давление было 90 на 60. Рабочий у меня 120-70. А пульс у меня был 131. Вот. И, ну, я вообще, как бы, уже давно подозреваю, что у меня проблемы с сердечком. У меня это хикардия. И что, это аритмия? Ну, это хикардия, наверное, да, сердца? Вот. Все, она меня, короче, заволокла все-таки в этот медпункт. А в медпункте, прям, знаете, как в холодильнике. Там кондей на полную мощность. Ну, как бы, он небольшой такой по размерам. Ну, короче, она мне сразу же, короче, меня практически полностью раздела. И вот все время, что я там была, минут 15, наверное, она меня, не переставая, обтирала холодной водой. Ну, салфетками такими холодными смачивала в холодной воде. Она мне дала корвалол. Ну, вот, в итоге там. Причем, знаете, я была настолько удивлена. Как бы, я очень хорошо знакома с медициной сочинской, как платной, так и бесплатной. А там бесплатный медпункт, ну, вот этот был. То есть, знаете, не в каждой частной клинике так с тобой будут обращаться. То есть, вот она прям от меня не отходила. Не вставайте, лежите. Я вам подам это, я вам подам то. Там сама мне все расстегивала. Все, вот, все, все, все. Вот, и, короче, вот так она мне все это сбила. Дала она мне корвалол. И после корвалола меня попустила. Попустила, я вышла, по-моему. Ну, купаться уже, короче, я в тот день так и не пошла. Потому что, когда мы шли, я думала, что я, наоборот, приду и скупаюсь. Ну, типа, в чувства приду, взбодрюсь. Вот. Но когда я вышла с этого холодильника с медпункта, уже не это. Не рискнула. Мне и так было. Свежо, хорошо, прохладно. Причем, это девушка, девушка, женщина в медпункте, которая работала. Она у меня спрашивала, мой номер, телефон, ну, там какие-то данные ей нужны для отчетности. Я ей называю свой номер, а у меня номер начинается на 913. То есть я уже давным-давно не живу в Новосибирске, уже сколько лет? Шесть, наверное. Но номер у меня все равно новосибирский. Я его не меняю, ничего с ним не делаю. И она такая, ой, вы из Сибири? Я говорю, да. Она говорит, а откуда? Я говорю, с Новосибирска. Она говорит, а я из Барнаула. Я говорю, здорово. По итогу, на следующий день у меня пульс был такой же, давление также пониженное. Вот, и я купила сначала себе этот... Слушайте, у меня в банке такое ощущение, знаете, уже 50 плюс. Таблетки, корвалол, давление. Вот. Короче, я купила себе конкор. Вот. А он, как оказалось, снижает, да, он снижает пульс, но при этом еще и снижает давление. Ну, короче, мне бы совсем с него хреновасто было. Вот. Поэтому, по итогу, вместо конкора я еще докупила себе корвалолечек. Теперь постоянно его с собой ношу. Мало ли чего. Мама говорит, ну, скоро мукбанги у тебя будут, типа, с рюмкой корвалола вместо лимонки. Я говорю, не знаю. Я говорю, я считаю, что в 32 года все-таки достойнее загнуться с лимонкой в руке, чем с корвалолом. Поэтому вот так вот. Начала я, кстати, пить аспарка. Ну, с этим-то, с фрусимином. Я еще думаю, может, мне из-за него так жахнуло давление. Он же снижает давление. Ну, что-то он меня так торкнул. Но пульс... Пульс непонятный. Хочу. Макароны хочу, не могу прям. Ну, нельзя. Ну, потом на алкомукбанг сделаю что-нибудь с макаронами, пастой или макароны по-флотски. Здравствуйте, девочки. Простите. Отключилась почему-то лампа. Ну, да ладно. Так, ручку. Мне почему-то кажется, что я еще что-то хотела сказать. Простите. Склероз. Давление. Сердце, склероз. Полный набор. Сейчас бы хлебушком вымокать вот эту жижечку. Надо держать тебя в руках. А я еще вчера, когда на ривьеру-то поехала. У меня два купальника. Один черный раздельный. Его я ношу, когда я чуть больше. А второй у меня слитный оранжевый. Его я ношу, когда я хорошо, как мне надо. И я уже в это хорошо, короче, прекрасно вошла вчера в оранжевый свой купальник. Одела его. Когда я увидела, блин, что макар выходит вот в этом, в чем-то непонятному, что оно плохо оттирается и что у него на шортах. Но на шортах, когда я видела, я уже поняла, что это все. Не отмоем, не отстираем. Я думала, да ну нафиг, неужели сейчас мой купальничек любимый тоже где-то запачкался, что я же тоже купалась. Но нет, пронесло. Потому что он на берегу копошился, а я в глубину ухожу. Пронесло. Да что б я. Я очень люблю хрящи. Ну, этот курица. У меня есть друг в Новосибирске. Меня никогда больше не видела, чтобы так ели. Он съедает прям, ну, вот эту часть косточки, нижнюю и верхнюю. У него прям остается маленький такой чопик косточки, вот этой, которая сама острая по себе. Остальное он вообще полностью съедает. Так, короче, ложка мне не пригодилась. Последняя, ой, капусточка. И все. Может быть, тоже сейчас пойдем на пляж. Здесь в Сочи есть какой-то еще один пляж. Ну, не один, а здесь, наверное, сюда. Что там, ну, очень-очень мелкая галька, прям практически как песок. Ну, что очень такой кайфовый. Таня знает, где он находится. Она говорит, давайте съездим, поищем. Давайте. Ну что? Вот и все. Большое спасибо, что смотрели. Всем пока.